Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей, с вами Бутылкус, личный позывной Радио Третий, Павел Леонид Николай. Как много нам открытий чудных готовит чтение архивов журнала Радио, знаете ли, друзья мои. Сегодня речь пойдет... Ох-ох-ох. С одной стороны, хотелось бы сказать о Ту-100 конструкции Н7ДДЦ, которую, в общем-то, китовый набор я приобрел на Алиэкспрессе. Ну, можете посмотреть сами, сколько оно что сейчас стоит. В общем, ссылка в описании, как обычно. Гляньте, посмотрите, приценитесь. Ну, тут такая интересная штука. Знаете, вот скачал я архив журнала Радио, да простят меня в редакции. Вот, ну, просто, ну, действительно, хорошие вещи иногда попадались. В поисках, скажем так, интересных решений QRP-аппаратов в радиолюбительских конструкциях в журнале за февраль и март 2010 года я наткнулся на удивительную вещь, вы знаете. Вот у вас прямо перед глазами вот заменяется вот эта вот конструкция железобетонная теоретической электрической принципиальной схемой конструкции Липецкого радиолюбителя, друзья мои. Причем, как видите, 2010 год, это при том, что публикация в начале года, соответственно, заработала эта конструкция, ну, максимум, максимум в 2009 году. Понимаете? То есть, с одной стороны, хотелось бы, в общем-то, сказать, что китайцы молодцы и тырят у американцев. Так знаете, чё? Не получается. Ну, не получается, так сказать, потому что американцы-то, оказывается, у нас слизывают аппаратуру. Причем, с некоторым ухудшением параметров. Если мы сравним схему N7DDC и оригинальную схему автоматического антенного тюнера, теперь я это буду так называть, Оригинальная конструкция AT9, значит, заключается в отличие, в первую очередь, в диапазоне, скажем так, значений. И в диапазоне возможных комбинаций стандартных значений индуктивности и емкости. В оригинальной конструкции было 8 плюс 8, иными словами, можно было получать по 256 комбинаций и индуктивности и емкостей. Как несложно догадаться, всего лишь по 128 комбинаций можно получить в конструкции N7DDC. То есть, достаточно кастрированная фигня. Ну, а с учетом того, что также в обеих конструкциях предусматривается переключение конденсатора на вход и выход, по факту мы получаем даже не 256 в квадрате, а 256 в квадрате еще и умножаем на 2. В то время, как у N7DDC мы получаем всего лишь 128 в квадрате, умноженное на 2. Вот, друзья мои. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Понимаете, да, понимаете? То-то и оно, ребятки. Вот, то-то и оно. Так что, дорогие друзья, хотите увидеть что-то более стоящее, ну, знаете, может быть, иногда-иногда полезно порыться в архивах-то, знаете, в библиотеку сходить. Так что читайте умные книжки, друзья мои. Ну, в общем, ремонт вот этой вот конструкции N7DDC на самом деле заключается только в том, чтобы заменить перенасытившиеся два сердечника это самые такие самые ходовые наверное те которые я чаще всего вынужден использовать для подавления в общем то ну как несложно догадаться достаточно большой вроде бы реактивности но с другой стороны большие катушки 2 не задействованы поэтому поэтому наверное не такая уж и большая там реактивность но на самом деле конечно это в первую очередь перестройка на тех диапазонах которых собственно антенна это не особо работает в первую очередь это конечно же 30 метров вот ну и почему-то вот на пятнашки если память не изменяет антенна сама по себе в принципе должна отстроиться конечно но там реактивность такая что ее нужно действительно тюнером компенсировать и вот для сравнения конечно же конечно же на плавных конденсаторах такая настройка вот моим персональным самодельным по контурам безусловно происходит там в единицу вы сами все видели да вот в одном из предыдущих роликов то вот эта конструкция такого конечно же такой точности обеспечить не может к сожалению потому что кое-где настройка необходимо острая прям вот острая острая и от изменения допустим незначительные незначительные изменения емкости приводит к значительному уходу ксв или там резонанса от желаемых значений вот поэтому поэтому так эта конструкция отправится сейчас просто на полку будет использоваться по необходимости а что же случилось с катушками почему они так насытились но я считаю что главная проблема главная проблема заключается в том что ну во первых тонковат все-таки обмоточный провод очень тонкий он он 085 это в оригинале по схеме 085 используется и соответственно в конструкции липецкого радиолюбителя вообще-то 1 и 2 вот так вот да то есть понимаете разницу в запасе по прочности так сказать то есть там реальные 100 ватт предназначены для цифры наверное даже или там для телеграфа это без проблем тянет при такой при такой толщине при такой площади в катушках а вот здесь к сожалению n7 ddc вот видите 08 ну окей окей вот что мы имеем собственно самые ходовые индуктивности в итоге они ну можно сказать сгорели к чертове матери реально вот сгорели как это еще назвать никак по-другому не назовешь нет она конечно работает но знаете ну неприятный запах прет потому что ну иногда я уже говорил почему я стал делать по контур ну потому что хочется вдуть все 100 ватт в цифре а 100 ватт в цифре они гарантированно обеспечивают реальные 100 ватт пиковой мощности то есть ну пиковая совпадает с реальной излучаемой мощностью ну не излучаемой конечно во всяком случае подводимый реально в отличие от ssb например вот и в итоге то получается что тюнер сталкивается ну условно сказать в него дуют скажем так 200 ватт ssb конечно он такое не вы не в состоянии выдержать просто не в состоянии это на самом деле камешек в огород собственно n7 ddc но я не думаю конечно что тюнер создавался для того чтобы реально как-то там перенастраивать несимметричная антенна может быть проблема именно в этом потому что конденсаторы у меня вообще нихрена не нагреваются на заметить вообще не греется то есть конденсатор хороший конечно вот но с другой стороны ну да индуктивности в первую очередь на vch диапазонах конечно тут тут как бы с одной стороны вроде бы и моя антенна но с другой стороны ну елки-палки но у меня почему-то например не нагревается катушка в п-контуре вообще вообще не греется ну там у меня использован в общем-то по полтора миллиметра квадратных сечения самый обычный электромонтажный моножильный как это моножил медная вот то есть можно сказать что обмоточный там сколько ну примерно тоже там полтора миллиметра даже не полтора но не важно в общем ну вот вот понимаете да вот в чем прикол такие дела друзья мои ладно в общем прибор отправляется на полку статьи статьи журнале идите смотрите в журнале радио и вообще-то вообще-то если уж хотите повторять какую-то конструкцию то окей но вот мне кажется что конструкция оригинальная она гораздо интереснее почему ну потому что там во первых она посложнее с одной стороны там даже операционник используется для определения ксв вот как это назвать в измерителе ксв используется операционник там и опорное напряжение с него берется то есть но у реально очень умная конструкция конструкция выше классом выше классом вот и все то есть понимаете да это уже не детский сад она вообще-то должна быть насколько я понимаю на вообще двухплатный или даже объемный какой-то монтаж но в первую очередь касается катушки вот так что так что вот это все что я на самом деле хотел рассказать вот видите да ну на самом деле я просто переозвучиваю этот ролик потому что я понял что в общем то ничего интересного в ремонте вот такого нет вот зато есть что рассказать за кадром скажем так вот так что вот будете собирать собирайте оригинальный от и 9 вот это гораздо гораздо более разумный вариант как мне кажется где-то мое личное мнение ну а если вам лень или хотите если хотите так сказать просто науки пайки навыки намотки катушек индуктивности на колечках там или как-то еще ну пожалуйста вот эта конструкция китайской n7 ddc ну вполне вполне себе действительно она достойная на самом деле ну 100 ватт ssb она держит легко но цифра телеграф это уже к сожалению 100 ватт чистых настоящих это к сожалению данной игрушке не по силу хотя хотя все зависит наверное от того как как яростно вдувать телеграф и цифру конечно но для кратковременных таких каких-то включений чисто на подход сработать наверное наверное потянет но что-то мне подсказывает что это все-таки более для qrp аппаратиков наверное где-то там уровня 20 ватт знаете вот так вот так что так что в полях в принципе использование такого тюнера наверно будет оправдан хотя хотя опять здесь с какой стороны посмотреть но наверное наверное лучше использовать на как это как эти релюшки называются бестабильные наверное на бестабильных релюшках то есть те которые запоминают свое положение ну в общем потребляют энергию только в момент приключения переключились и все при прилипли якорь прилип в нужном положении за счет работы постоянных магнитов да такие релюшки дороже такие тюнеры дороже ну и что зато как сказать электричество экономит преизрядно особенно в поле да и в общем то самостоятельная сборка она даже из китайских компонентов она не вызовет каких-то серьезных проблем я думаю как бы в принципе наверное проблем не вызовет кроме того такие бестабильные релюшки можно например поставить даже вот в тот же самый n7 ddc и немножечко немножечко переписать программу просто скажем так на перестройку нужно будет подавать принципиально обязательно низкий уровень принудительно высокий уровень принудительно а потом все это просто в ноль переключать как-то так так кстати поделитесь а как вы выводы катушек зачищаете подготавливаете вот интересно как вы облуживаете вот моточное изделие скажем так я вот например пилочки для ногтей это делаю вот почему то я так привык мне так удобней кто-то ножиком скоблит я знаю кто-то зажигалкой кто-то принципиально покупает обмоточный провод только тот который паельником лак слезает термически в общем растворяется хрен его знает ну интересно поделитесь этим этим так сказать опытом и навыками в комментариях буду очень благодарен интересно узнать все господа жму руку не теряйтесь подписывайтесь на канал оставайтесь на связи и удачи всем с вами был радио 3 павел леонид николай он же бутылкус всем пока